Уважаемые студенты, вам предоставляется практическое видеозанятие по дисциплине системы водоснабжения и канализации. Для студентов 6Б 07304 строительство, архитектурно-строительного факультета, кафедры строительных материалов и технологий. Автор, старший преподаватель Бакмакамбетов. Системы водоснабжения населенных пунктов и жилых районов города. Выбор систем и схем водоснабжения домов. Лекция 1. План лекции. Первое. Внутренний водопровод. Второе. Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Внутренний водопровод зданий – это система трубопроводов и устройств, подающих воду внутри зданий, включая ввод водопровода, который находится снаружи. Водоснабжение – совокупность мероприятий, сооружений и сетей, предназначенных для обеспечения потребителя водой требуемого качества и в необходимом количестве. К потенциальным потребителям воды относятся население, промышленные, коммунально-бытовые и сельскохозяйственные предприятия, транспорт. В основе организации водоснабжения лежат процессы, связанные с равновесием и движением воды. Поэтому перед изучением инженерных решений по водоснабжению поселений необходимо рассмотреть основные закономерности. Характеризующие статистику и динамику жидкости. Основные закономерности гидростатики и гидродинамики. В отличие от твердых тел, жидкость характеризуется малым сцеплением между частицами. Именно поэтому она обладает свойством текучести и принимает форму емкости, в которой находится. Важнейшими характеристиками жидкости являются плотность, давление и скорость движения. Основные уравнения гидростатики изучают закономерности, характеризующие жидкость в состоянии покоя. Практический интерес представляет задачи гидростатики о распределении избыточных гидростатических давлений в объеме покоящейся жидкости, имеющую свободную поверхность. Гидродинамика изучает законы движения жидкости. К основным понятиям гидродинамики относятся Поток, представляющий собой непрерывную массу частиц, движущихся в каком-либо направлении. Сечение потока, равное поперечному сечению потока, перпендикулярному его направлению. Расход потока, или объемный расход жидкости, равен объему жидкости, проходящей в единицу времени и через живое сечение потока. Таким образом, внутренний водопровод подразделяется в первую очередь на холодный В и горячий Т водопровод. На схемах и чертежах в отечественной документации холодные водопроводы обозначаются буквой русского алфавита В, а горячие – буквой русского алфавита Т. Холодные водопроводы имеют следующие разновидности. В1 – хозяйственно-питьевой водопровод. В2 – противопожарный водопровод. В3 – производственный водопровод. Общее обозначение. Современный горячий водопровод должен иметь в здании две трубы. Т3 – подающая, Т4 – циркуляционная. Попутно отметим, что Т1, Т2 обозначаются системой отопления теплосети, которые не относятся непосредственно к водопроводу. При движении воды по замкнутому контуру напор, создаваемый насосом, равен потерям напора воды при ее движении по трубопроводам и не зависит от размеров контура по вертикали. Уравнение Бернули устанавливает ряд важных качественных закономерностей движения жидкости, которым можно отнести следующее положение. Движение жидкости сопровождается потерями давления, потерями энергии потока. Если на рассматриваемом участке нет подвода механической энергии к потоку, отсутствует насос, движение жидкости происходит от сечения с большим значением к сечению с меньшим значением данной величины. При этом разность полных давлений жидкости в сечениях расходится на преодоление сопротивления ее движению. При необходимости перемещения жидкости от сечения с меньшим значением, полного давления к сечению с его большим значением, необходимо между указанными сечениями установить насос, сообщающий жидкости дополнительную энергию. При перемещении жидкости по замкнутому контуру трубопроводов напор, создаваемый насосом, не зависит от размеров контура по вертикали и равен потерям напора жидкости при ее движении в замкнутом контуре. При неизменности объемного расхода потока и уменьшении поперечного сечения трубы увеличивается скорость движения жидкости и возрастаются потери ее давления. Так, при уменьшении поперечного сечения трубы в 2 раза скорость жидкости увеличивается в 2 раза, а потери давления в 4 раза. Это влечет дополнительные затраты энергии на перемещение жидкости. Все трубы внутреннего водопровода обычно имеют следующие внутренние диаметры 15 мм, 20, 25, 32, 40, 50 мм. В отечественной практике применяют стальные пластмассовые и металлополимерные трубы. Стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТу пока имеют массовое применение для хозяйственно-питьевого водопровода В1 и горячего водопровода Т3-Т4. Для перечисленных водопроводов в первую очередь применять. Пластмассовые трубы из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, металлополимерные и стеклопластика. Односнабжение организуется посредством устройства с системой водоснабжения поселений. Система водоснабжения поселений классифицируется по объекту водоснабжения назначению способу транспортировки воды. Классификация систем по объекту водоснабжения отражает зону обслуживания систем, город, поселок, промышленный район или отдельные предприятия, сельское поселение. Классификация систем водоснабжения по назначению характеризует целевое назначение систем. Хозяйственные питьевые системы предназначены для удовлетворения питьевых, хозяйственных и бытовых потребностей людей в воде. Производственные системы обеспечивают подачу воды на промышленные предприятия для технологических нужд. Противопожарные системы подают воду для нарушенного пожаротушения. Сельскохозяйственные системы снабжают водой сельскохозяйственные комплексы. Объединенные системы совмещают несколько функций и могут быть хозяйственно-питьевыми. Противопожарные системы наружного водопровода характерны для городов и других видов поселений. Классификация систем по способу подачи воды характеризует способ перемещения воды по системе. В напорных системах движения воды осуществляется за счет работы насосов без напорных самотеком. Допускается применять медные, бронзовые, латунные трубы, а также стальные с внутренним и нарушенным защитным покрытием от коррозии. Срок службы труб холодного водопровода должен быть не менее 50 лет, а горячего водопровода не менее 25 лет. Любая труба должна выдерживать избыточное манометрическое давление не менее 0,45 мегапаскаль или 45 метров водяного столба. Стальные трубы прокладываются открыто зазором 3-5 см от строительной конструкции. Пластмассовые и миндалополимерные трубы следует прокладывать скрыто в плентусах, штрабах, шахтах и каналах. Системы водоснабжения выполняют свою задачу в том случае, если обеспечивают потребности поселения в воде. Поэтому состав и технические характеристики системы водоснабжения определяются в значительной мере условиями водопотребления, которые характеризуются нормой водопотребления, расчетным расходами, режимом водопотребления и свободными напорами потребителей. Нормы водопотребления называются количеством воды, расходуемой на определенные нужды в единицу времени или на единицу продукции. Нормы водопотребления устанавливаются СНИБом. При разработке разделов водоснабжения, схем районной планировки и генеральных планов поселений удельное среднесуточное за год водопотребление допускается принимать. Нормативы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, поливку территорий поселения, наружное пожаротушение устанавливаются СНИБом. При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное за год водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды население принимается из данной таблицы, где указан уровень комфортности жилья и степень его благоустройства, который непосредственно влияет на величину удельного хозяйственно-питьевого водопотребления, которое в конечном счете определяет требуемую производительность системы водоснабжения поселения и затраты на ее устройство. Способы соединения водопроводных труб Резьбовое соединение в местах стыков труб применяются фасонные соединительные детали, фитинги. Нанесение резьбы на оцинкованные трубы проводят после оцинкования. Резьба труб должна быть защищена от коррозии с маской. Способ резьбового соединения надежный, но трудоемкий. Сварное соединение менее трудоемкое, но разрушает защитное цинковое покрытие, которое нужно восстанавливать. Фланцевое соединение применяется в основном при монтаже оборудования, насосов и т.д. Клеевое соединение применяется главным образом. Для пластмассовых труб. Удельные расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий принимаются по СНИПу в зависимости от покрытия территории, от способа ее поливки, вида насаждений, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов, климатических и других местных условий. Удельный среднесуточный заполивочный сезон потребления воды на поливку в расчете на одного жителя допускается принимать с учетом указанных выше факторов в объеме 50-90 литров в сутки. Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар рассчитывается по СНИПу в зависимости от числа жителей поселения и находится в пределах от 5 литров в секунду при численности населения до 1 тысячи человек, до 100 литров в секунду при численности населения в городе от 800 тысяч до 1 миллиона тысяч человек. Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар жилых и общественных зданий принимается в зависимости от назначения здания, его этажности и объема и находится в пределах от 10 литров до 35 литров в секунду. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основании технологических данных. Воду на технологические нужды промышленных предприятий используют в основном в двух направлениях. Как сырьевую составляющую технологического процесса производства продукции, текстильные, целезно-бумажные и т.д. Как охлаждающую среду, металлургические, машиностроительные и другие предприятия. Можнейшей особенностью режима водопотребления является его неравномерность в летний период, расход воды увеличивается зимой, уменьшается также существенно, изменяется величина водопотребления в течение недели и суток. Если бы водопотребление было равномерным в течение суток, то график водопотребления отображался бы линией параллельной оси абцисс с ординатой равной 4,17%. Имеется два максимума водопотребления. Первый с 7 до 11 часов, второй с 16 до 19 часов. Минимальное водопотребление наблюдается в ночное время с 10 до 5 часов. Неравномерность водопотребления характеризуется соответствующими коэффициентами. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления характеризует отношение суточного расхода в дне наибольшего водопотребления к среднему суточному расходу. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления равено отношению часового расхода к часы максимального водопотребления к часовому расходу. Фасонные детали, фитинги применяются в основном для резьбового соединения водопроводных труб. Они изготавливаются из чугуна, стали или бронзы. Вот наиболее употребляемые фитинги. Муфты, стоковое соединение труб, равного или разного диаметра. Угольники, поворот трубы на 90 градусов. Тройники, боковые подсоединения труб. Кресты, боковые подсоединения труб. Водопроводная арматура применяется. Водоразборные краны, водоразборные ванны, клапаны, смывных бочков в унитазах. Сместительная, смесители для мойки, для умывальника, общий для ванны и умывальника, с душевой сеткой и т.д. Запорные вентили на диаметрах труб 40 мм, задвижки на диаметрах 50 мм и более. Предохранительные обродные клапаны ставятся после насосов. Необходимым условием гарантированного водоснабжения потребителей является обеспечение требуемого напора на воде в здании, необходимого для нормальной работы водоразборной арматуры, кранов, смесителей и прочих, установленных внутри зданий. Этот напор называют минимальным свободным напором. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта на воде в здании над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 метров. При большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 метра. Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным. Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 метров. Свободный напор у наиболее низкорасположенного санитарного прибора здания не должен превышать 45 метров. Два последних требования диктуются условиями прочности элементов внутреннего водопровода здания. Нормативы по величине и неравномерности водопотребления, а также минимальным свободным напором у потребителей закладываются в основу разработки системы водоснабжения поселения. Приборы на водопроводе, манометры измеряют давление и напор. Водомеры измеряют расход воды. Насосы – это основное оборудование на водопроводе. Они повышают давление, напор внутри водопроводных труб, подавляющее число водопроводных насосов в настоящее время. Работает за счет электродвигателей. Насосы чаще всего применяют центробежного типа, хозяйственно-питьевой водопровод. В1 – это разновидность холодного водопровода. Это основной водопровод в городах и населенных пунктах, поэтому ему и присвоена цифра 1. В его названии на первом месте стоит слово «хозяйственный». Так как основной объем воды, более 9,5% используется в зданиях на хозяйственные нужды и лишь менее 5% на питье. Например, на одного жителя крупного города суточная норма потребления холодной воды, согласно СНИПу, составляет около 180 литров в сутки. Из которых на питье в среднем расходуется около 3 литров. Важнейшей составляющей системы водоснабжения является источник водоснабжения. Необходимо отметить, что наличие водных ресурсов является одним из основных факторов, определяющих градостроительную перспективу поселения. Природные источники водоснабжения делятся на два основных типа – подземные и поверхностные. Подземные источники водоснабжения делятся на безнапорные и напорные. Наличие в данной местности подземных источников, пригодных для хозяйственных питьевых целей, глубина залегания вод, мощности водоносных слоев устанавливается гидрологическими изысканиями. За исключением грунтовых подземных вод, находящихся в первом от поверхности земли водоносном слое. Подземные воды могут использоваться для хозяйственно-питьевых целей. Безнапорные грунтовые воды используются на основе для индивидуального водоснабжения в сельской местности. При вскрытии колодцем или скважиной безнапорного водоносного слоя уровень воды в них устанавливается на уровне, совпадающем с уровнем подземных вод. Напорные подземные воды характеризуются постоянством состава и температуры. В большинстве случаев они обладают высоким качеством и могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения без очистки. К факторам, снижающим качество артериозианских вод, можно отнести их возможную повышенную минерализацию. При вскрытии скважиной напорного водоносного слоя уровень воды в ней зависит от величины напора воды в водоносном слое. В том случае, если напор превышает глубину залегания напорного водоносного слоя. Артезианские воды поступают на поверхность земли и называют самоизливающимися. К поверхностям и источникам водоснабжения относятся реки, озера, водохранилища и другие источники пресной воды, расположенные на поверхности земли. Поверхностные источники водоснабжения более подвержены загрязнению, чем подземные. Поэтому в большинстве случаев требуют очистки и обеззараживания. Кроме того, поверхностные источники характеризуются изменением уровня воды в различные периоды года, льдообразования в зимний период и возможностью изменения гидрологических условий, образования насосов, размывания берегов и т.д. В некоторых случаях для хозяйственно-питьевых целей может использоваться морская вода и вода с зеленых озер. В этом случае требуется их опреснение путем впаривания или использования специальных физико-химических методов обессоливания, что связано с существовательными затратами вследствие высокой стоимости установок к большим эксплуатационным расходам. Требования к качеству воды в хозяйственном питьевом водопроводе В1 можно разбить на две группы. Вода должна быть питьевой согласно ГОСТу. Вода должна быть холодной, т.е. с температурой плюс 8, плюс 11 градусов Цельсия. Стандарт на питьевую воду содержит показатели трех типов. Первое. Физические. Мутность, цветность, запах, привкус. Второе. Химические. Общая минерализация не более 1 грамма литра – это пресная вода, а также содержание неорганических и органических веществ не более предельно допустимых концентраций. Третье. Бактериологические. Не более трех бактерий на литр воды. Третье. Температура воды в пределах плюс 8, плюс 11 градусов Цельсия достигается за счет контактов подземных труб наружного водопровода с грунтом. Для чего эти трубы натеплоизолируются под землей, наружный водопровод прокладывается всегда на глубинах ниже зоны. Промерзание грунта, где круглый год температуры положительные. Важнейшей характеристикой системы водоснабжения является качество воды, поставляемое потребителем. Качество воды характеризуется ее физическими, химическими и бактериологическими свойствами. К физическим свойствам воды относят ее температуру, мутность, цветность, вкус и запах. Температура воды поверхностных источников меняется в широких пределах в зависимости от времени года и метеоусловий. Мутность воды поверхностных источников зависит от особенностей источника и времени года. Особенно велика мутность в периоды дождей и поводка. Подземные воды имеют малую мутность. Цветность воды обуславливается наличием в воде растворенных веществ и измеряется в градусах цветности путем визуального сравнения с эталоном. Вкус и запах воды устанавливают путем экспертной оценки и оценивают в баллах по пятибальной шкале. Химическим свойствам воды относят ее активную реакцию, жесткость, окисляемость, количество растворенных солей, химических веществ и их соединений. Активная реакция воды, характеризующая степень ее целостности или кислотности или щелочности, определяется концентрацией в воде водородных ионов. Жесткость воды определяется наличием в ней солей, кальция и магния. И измеряется наличие в воде двух кислых солей, кальция и магния, обуславливает карбонатную или временную жесткость, которая исчезает при кипячении воды. Присутствие в воде хлористых и зерно-кислых солей, кальция и магния, образует некарбонатную или постоянную жесткость, остающуюся в воде после кипячения. Сумма карбонатной и некарбонатной жесткости характеризует общую жесткость воды. Жесткость воды поверхностных источников обычно меньше подземных. Окисляемость характеризуется количеством кислорода, необходимого для окисления органических веществ, растворенных в одном литре воды, и является косвенным признаком загрязнения воды с точными водами. Плотные осады характеризуют содержание в воде растворенных солей. Воды поверхностных источников имеют меньше плотный остаток по сравнению с подземными водами. В зависимости от индивидуальных свойств источника водоснабжения, в воде могут присутствовать растворенные химические вещества и их соединения. Железо, фтор, йод и другие. Их содержание бактериологических свойств воды относит ее к загрязнениями бактериями, которые измеряются числом бактерий, содержащихся в 1 см в кубе воды, различают патогенные болезнетворные и неболезнетворные бактерии. Оценивают в воде наличие патогена бактерий, содержатся в ней бактерии коли кишечной палочки. Посредством использования коли индекс равен количеству кишечных палочек, находящихся в 1 литре. Количество равено наименьшему объему воды в кубических сантиметрах, в котором обнаружена 1 кишечная палочка. Требование качества воды определяется назначением системы водоснабжения. Для систем хозяйственно-питьевого назначения требование качества воды устанавливается с НИПом. Благоприятные органополитические для органов чувств человека физические свойства воды определяются и соответствием требованиям. Элементы хозяйственно-питьевого водопровода В1 рассмотрим на примере двухэтажного здания с подвалом. Элементы хозяйственно-питьевого водопровода В1. Первое. Ввод водопровода. Второе. Водомерный узел. Третье. Насосная установка. Четвертое. Разводящаяся сеть водопровода. Пятое. Водопроводный стояк. Шестое. Поэтажная поквартирная подводка. Седьмое. Водоразборная и смесительная арматура. Вод водопровода. Это участок подземного трубопровода. Запорные арматуры. От смотрового колодца. На наружной сети до наружной стены здания. Куда подается вода. Каждый вод водопровода в жилых зданиях рассчитан на количество квартир не более 400. На схемах и чертежах вод обозначается Вод В1. Требование к качеству воды систем производственного водоснабжения устанавливается технологическими требованиями и зависит от условий производства. Например, при использовании воды для охлаждения оборудования и продукции, металлургические цехи, энергетические оборудования, лимитируется содержание в воде взвешенных частиц. Она должна иметь низкую карбонатную жесткость. При использовании воды для питания котлов, она должна иметь минимальную жесткость. Системы водоснабжения поселения объединяют следующие подсистемы. Водозаборные сооружения, предназначенные для приема воды из источника водоснабжения. Станцию очистки и обеззараживания воды, предназначенную для обеспечения требуемого качества воды. Трубопроводы и насосы, предназначенные для транспортировки воды по элементам сооружения системы и водоснабжению и подаче ее потребителям. Это означает, что вод относится к хозяйственному питьевому водопроводу В1 и порядковый номер вода номер 1. Глубина заложенной трубы водопровода принимается по СНИБУ. Водомерный узел, водомерная рамка – это участок водопроводной. Трубы непосредственно после ввода водопровода, который имеет водомер, манометр, запорную арматуру и обводную линию. Водомерный узел надлежит устанавливать у наружной стены здание в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже плюс 5 градусов Цельсия, согласно СНИБУ. Обводная линия водомерного узла обычно закрыта, а арматура на ней обломирована. Это необходимо для учета воды через водомер. Достоверность показаний водомера можно проверить с помощью контрольного крана-вентиля, установленного после него. Сооружения для приема воды из поверхностных источников. Водоразборные сооружения предназначены для приема воды. Из источников выбор типа подзаборного сооружения. Его размещение зависит от гидрологических характеристик и характера источника. Место водозабора должно отвечать следующим требованиям. Располагаться на кратчайшем расстоянии от потребителя, городской застройки и промпредприятий. Выше по течению реки от города, промышленных предприятий и других потенциальных источников загрязнения воды. Находиться на устойчивом участке реки, вне зон интенсивного движения, судов, образование насосов и ледяных заторов. Обеспечивать возможность устройства солнцезонитарной охраны водозабора. В системах водоснабжения городов наибольшее распространение получили водозаборные сооружения берегового и руслового типов. Водозаборные сооружения берегов типов устраивают при крутом береге реки, ее значительной глубине, в ее место в виде забора и устойчивых грунтах с основанием берега. Они бывают двух видов – раздельные и совмещенные. Насосная установка на внутреннем водопроводе необходима при постоянном или периодическом недостатке напора. Обычно, когда вода не доходит по трубам до верхних этажей зданий, насос добавляет необходимый напор в водопроводе. Чаще всего используются насосы центробежного типа с приводом от электродвигателя. Минимальное число насосов – два, из которых один рабочий насос, а другой – резервный насос. Схема насосной установки для этого случая показана в аксонометрии. Обратные клапаны препятствуют противодавлению на насос, воды и здания, а также предохраняют паразитной циркуляции. Обводная линия насосной установки, в отличие от водомерного узла, наоборот, всегда открыта. Это связано с тем, что в периоды достаточного напора из наружной сети работа насоса не требуется. Тогда электромонометром насос выключается, а вода поступает в здание через обводную линию. Разводящие сети внутреннего водопровода прокладываются согласно СНИПу в подвалах, технических подпольях и этажах на чердаках в случае отсутствия чердаков на первом этаже подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом устройством съемного фриза или под потолком верхнего этажа. Зоны санитарной охраны поверхностных источников, возможность загрязнения источников водоснабжения приводят к необходимости проведения специальных водоохранных мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения воды и ухудшение ее качества в месте водозабора, а также контроль состояния источников водоснабжения и в условии работы водопроводных сооружений. Для этого организуются зоны санитарной охраны источника водоснабжения, состоящие из трех поясов, границы которой устанавливаются с НИПом. Первый пояс зоны охраны источника водоснабжения охватывает территорию, непосредственно примыкающему к водозабору и является зоной строгого санитарного контроля. Границы первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения устанавливаются на расстоянии от водозабора для рек, вверх по течению не менее 200 метров, вниз по течению не менее 100 метров, по прилагающему к водозабору берегу не менее 100 метров от уреза воды, в направлении к противоположному берегу при ширине водопотока менее 100 метров и противоположный берег шириной 50 метров от уреза воды. Трубопроводы могут крепиться с опиранием на стены и перегородки в местах монтажных отверстий, с опиранием на пол подвала через бетонные или кирпичные столбики, с опиранием на кронштейны вдоль стен и перегородок, с опиранием на подвески к перекрытиям, в подвалах, в тех подполях, разводящим сетям водопровода, присоединяют трубы 15, 20 или 25 миллиметров, подающие воду к поливочным кранам, которые обычно вводят в ниши цокольных стен, наружу на высоте над землей около 30-35 сантиметров по периметру здания, поливочный кран размещает штатом 60-70 метров. Стояком называется любой вертикальный трубопровод. Водопроводные стояки размещают и конструктируют по следующим принципам. Один стояк на группу близко расположенных водоразборных приборов, второе преимущественно в санузлах, третье, с одной стороны от группы близко расположенных водоразборных приборов, четвертое, засор между стеной и стояком принимают 3-5 сантиметра, пятое, в основании стояка предусматривают запорный вентиль. Поэтажные подводки В1. Поэтажные подводки подают воду от стояков к водоразборной смесительной арматуре, кранам, смесителям, поплаковым клапанам, сплывных бочков. Диаметром подводок обычно принимают березу расчета 15 мм. Это связано с тем, что диаметром водоразборной и смесительной арматуры непосредственно около стояка на подводке устанавливают запорный вентиль 15 мм и квартирный водометр 15 мм. Далее подвоят трубу кранам и смесителям, причем ведут трубу на высоте 10-20 сантиметров от пола. Перед смыванием бочков на подводке устанавливают дополнительный вентиль для ручной регулировки напора перед поплавком клапана. Водоразборная смесительная арматура служит для получения воды из водопровода. Она устанавливается на концах трубопроводов, подводок и определенной высоты над полом, регламентированной СНИПом. Например, общий смеситель для умывальника и ваны устанавливается в уровне верха борта умывальника на высоте над полом, равной 850 м. Классификация систем водоснабжения поселения. Водоснабжение организуется посредством устройств систем водоснабжения поселений. Система водоснабжения поселений классифицируется по объекту. Классификация систем водоснабжения зоны обслуживания системы город, поселок, промышленный район или отдельное предприятие, сельское поселение. Система водоснабжения выполняет свою задачу в том случае, если обеспечивают потребности поселения в воде. Поэтому состав и технические характеристики системы водоснабжения определяются в значительной мере. Условиями водопотребления, которые характеризуются нормой водопотребления, расчетными расходами, режимом водопотребления и свободными напорами у потребителей. Нормы водопотребления называют количество воды, расходуемой на определенные нужды в единицу времени или на единицу продукции. Нормы водопотребления устанавливаются СНИПом при разработке разделов водоснабжения, схемой районной планировки и генеральных планов поселений, удельное среднесуточное за год водопотребление допускается принимать. В заключении. Удельные расходы воды на поливку и населенных пунктов на территории промышленных предприятий принимаются по СНИПу в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов, климатических и других местных условий. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребления воды на поливку в расчете на одного жителя допускается принимать с учетом указанных выше факторов в объеме 50-90 литров в сутки. Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар рассчитывается по СНИПу в зависимости от числа жителей поселения и находится в пределах от 5 литров в секунду при численности населения до 1 тысячи человек, до 100 литров в секунду при численности населения в городе от 800 тысяч до 1 миллиона тысяч человек. На слайдах представлены темы контрольных заданий для СРС и список используемой литературы.